В эфире информационная программа 12 новости республики на телеканале регион 12 в студии Юлия Чурикова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенний паводок. Резкий подъем уровня Волги вызвал нетипичное для этого времени явление – подтопление. В числе первых в Мариел от него пострадали жители Кокшайска, расположенного в непосредственной близости от Чебоксарской ГЭС и ниже ее по течению. За разъяснениями встревоженные люди обратились в редакцию телеканала регион 12. Как пояснили нам специалисты, из Чебоксарского водохранилища действительно ведется сброс воды. Таким образом поддерживается уровень, близкий к проектной отметке в 63 метра. Причина в обильных дождях, переполнивших все расположенные в верховьях Волги водохранилища, в частности Горьковское и Рыбинское, где также сейчас сбрасывают воду. Но это будет продолжаться где-то буквально 2-3 дня. С Чебоксарского водохранилища идет пока стабильный сброс в пределах 8 860-9 400 кубов в секунду они сбрасывают. В верхнем ГЕФе у них уровень максимальный – 63,3. Это согласно режима работы, который устанавливает межведомственная оперативная группа по регулированию режимов работы водохранилища Волжскамского каскада. Средний уровень у нас составляет 53, 53,5, 52,8 где-то вот так вот, а на сегодняшний день 54,7 по Балтийской системе координат. Но это еще не критически, поэтому до критического уровня у нас 56,5, когда начинают подтапливать первые постройки. Вообще осенний паводок, в отличие от весеннего, бывает нечасто и зависит от уровня наполняемости рек и водохранилищ. И в конечном итоге от того, насколько дождливая осень. Напомню, что минувшей весной паводок в Кокшайске превышал критическую для населенного пункта отметку примерно на 60 сантиметров. Остается лишь отметить, что официальные данные не оценивают реальную ситуацию в садоводческих товариществах, расположенных в черте Кокшайска. Там, в силу особенностей расположения участков, паводок всегда более ощутим, что и можно увидеть на фотографиях, поступивших в редакцию. Кстати, по итогам первой половины ноября температура в Морел на 5-6 градусов превысила норму, а осадков выпало более 80% месячной нормы. Общий характер погоды явно не соответствует календарю, говорят синоптики. Впрочем, предзимние перемены уже не за горами. Как показывают прогнозы, на этой неделе погода все же станет более похожей на зимнюю. Среднесуточная температура перейдет через ноль к отрицательным значениям. И начнется климатическая зима, которая обычно приходит 10 ноября, но в этом году немного задерживается. В то же время начало зимы получится одобоким, поскольку снега пока нет и не предвидится. С 15 декабря по 13 января. На это время Ешкар-Ала должна одеться в новогоднее убранство. Постановление по организации и проведению новогодних мероприятий на днях подписано мэром столицы республики. В частности, до 13 декабря всем предприятиям, учреждениям и организациям предлагается согласовать с главным художником города эскизы и проекты праздничного оформления фасадов зданий, улиц, скверов, бульваров и площадей. Выполнить их художественно-декоративное оформление и художественную подсветку. Главным местом проведения зимних праздников в Ешкар-Але станет площадь Ленина. А за неделю до праздника, как обычно, откроются базары по продаже живых елок и лапника. А специалисты ботанического сада второй год пытаются донести до людей простую, но очень практичную мысль. На фоне гибели хвойных лесов на территории республики в связи с пожарами 2010 года и последующей засухой, хорошей альтернативой срубленному дереву для новогодних празднеств может послужить дерево многоразовое, которое за праздничные дни не будет погибать, а наоборот расти дальше. Все подробности в нашем сюжете. Европейская ель, колючая, пихтосибирская и даже неприхотливое североамериканское дерево в ботаническом саду Ишкар-Алы к Новому году готовы. 50 хвойных деревьев в контейнерах в декабре уже можно будет приобрести. Стоит сказать, что объем на этот раз невелик. По сравнению с прошлым годом он снизился в четыре раза. Первый опыт оказался не совсем удачным. Деревца гибли из-за неправильного ухода, но снижение объема не отразилось на стоимости. В середине декабря мы уже будем предлагать елочке населению и стоимость обыкновенной ели от 300 рублей, а колючей от 600 до 1000. Пихто будет стоить около 500 рублей, псевдоцуга 600-800. Этот вариант совмещает плюсы и искусственных, и срубленных елок. Вот только требует не сложного, но четкого ухода. До Нового года и после их лучше держать в прохладном месте. Хорошо подойдет застекленный балкон. Чтобы горневая система не промерзла, контейнер на балконе нужно утеплить. Опилками, керамзитом сверху горшок можно укрыть старой теплой одеждой, а ветки термоволокном. По весне елку можно высадить в открытый грунт или вкопать ее в землю в контейнере, а после вновь использовать на праздник. Этот гуманный круговорот уже оценили в странах Запада и начинают оценивать у нас, в России. Современное общество уже нуждается в новом экологическом сознании. И дети должны понимать, что дерево – это цельный организм, и оно должно быть с корнями. Всем уже известно, что ели начинают погибать повсеместно, имеются выпады во многих лесхозах, существует эта проблема. Поэтому сейчас, как никогда, мы должны очень бережно относиться к еловым насаждениям. Помимо альтернативы для сохранения еловых насаждений, елочки в контейнерах – это и хорошее средство вырастить зеленую красавицу по своему вкусу, самостоятельно формируя ее крону. К тому же эти елочки сэкономят деньги, окупившись года за два. Но самое главное – это полезные свойства еловых. За счет выделения фитонцидов очищается воздух дома, а также успокаивается нервная система. Сюжет как из криминального боевика. На днях в окрестностях Суслонгера сотрудники полиции в течение нескольких часов преследовали подозреваемого. По данным МВД Республики, вечером 15 ноября в Суслонгере 24-летний мужчина нанес ножевые ранения своей бывшей жене и ее двум подругам, после чего скрылся с места преступления. Предполагалось, что подозреваемый вооружен, поэтому на его розыск были ориентированы и сотрудники полиции соседних регионов. Выйти на след злоумышленника помогла продавец одного из местных магазинов. Нетрезвый молодой человек, похожий на объявленного в розыск, обронил там сотовый телефон. Когда я была на складе, дверь открылась, слышно было. И звук, что что-то уронили. Я пришла. Его уже не было, а телефон здесь лежал. Но я его подняла и подумала, что просто выронили. Найденный телефон женщина отдала сотрудникам полиции. На этом этапе к поискам подключилась кинологическая служба. Собака быстро взяла след, который вел к ближайшему лесу. Служебно-розыскная собака взяла след, довела до лесомассива, где были видны следы человека. В дальнейшем сотрудник уголовного розыска и кинолог продолжили преследование преступника. Здесь нужно принимать во внимание, что с момента обнаружения данного магазина, данных свидетелей и момента захода предполагаемого подозреваемого прошло полтора часа. Для преступника достаточно большая фора. Поэтому сотрудникам криминальной полиции пришлось нагонять этого преступника бегом. В ходе преследования по лесистой местности им пришлось преодолеть более 10 километров. След вывел полицейских на Казанский тракт, где почти удалось настигнуть преступника. Они успели заметить, что мужчина садится в попутную машину. Поймав следующую попутку, оперативники продолжили погоню. Вскоре автомобиль, в котором находился подозреваемый, удалось остановить. Мужчина, выйдя из машины, не оказал сопротивления. Признался в содеянном и рассказал, что выбросил нож еще в Суслонгере. В данный момент подозреваемый, который уже был ранее судим, задержан. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений. В полиции сообщают, что жизнь пострадавших женщин находится вне опасности. В субботу вечером недалеко от поселка Сурок произошло ДТП с участием инспектора ДПС Ешкаралы. По предварительным данным, сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил мужчину, внезапно выбежавшего на проезжую часть на неосвещенном участке дороги вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался. На место происшествия выехал министр МВД Республики Вячеслав Бучнев, руководство ГИБДД – следственно-оперативная группа. Результаты медицинского освидетельствования показали, что сотрудник полиции был трезв. По факту ДТП назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Хоккеисты Волжской Ариады Акпарс в последнем матче домашней серии переиграли Тюменский Рубин. При этом наши ребята мало того, что подпортили статистику тюменского вратаря, так прервали десятиматчевую выигрышную серию действующего вице-чемпиона высшей хоккейной лиги. Раз кардинальных мер не избежать, то будут вам кардинальные меры. Примерно таков был лейтмотив последнего послематчевого комментария главного тренера Ариады. И меры не заставили себя ждать. В матче с Рубином состав нашей команды претерпел изменения. Любители хоккея не увидели сторожила команды прошлогоднего капитана Айдара Шигапова. Не было в заявке еще пару фамилий наших игроков. В любом случае, как видим, все изменения пошли на пользу. Уже в первом периоде наши ребята смогли отличиться трижды и создать хороший задел на игру. Как стало известно чуть позже, задел очень даже пригодился. Во втором отрезке матча гости, видимо, получив нагоняй в перерыве, всеми силами пошли вперед и смогли сравнять счет. В третьем периоде и те, и другие играли предельно осторожно. Ведь любая ошибка могла стать роковой. При равенстве в счете 3-3 команды доиграли до финальной сирены. В овертайме сильнейший не был выявлен. Настало время бульдитов, в которых обычно Ариаде не везет. Но не в этот раз. Соперник не смог переиграть нашего голкипера ни разу. А Волжану хватило одного точного броска. Соперник был сегодня виден. Чувствовался, был заряжен, заряжен. Борьба шла на каждом участке поля. Поэтому для нас это была тяжелая игра сегодня. Мы сегодня гораздо лучше сыграли, чем предыдущие игры. Если бы вот так выходили на каждую игру, я думаю, очков было бы побольше. Единственное, что нас немножко подкосило, что ли, это удаление. В такой команде давать такую фору в удалениях смерти подобно. Ладно, еще только две забили. А так, в остальном, претензий к ребятам нет. Сегодня сыграли неплохо. Итак, этой победой со счетом 4-3 волжане не только подпортили статистику тюменского голкипера, но и прервали 10-матчевую победную серию действующего вице-чемпиона высшей хоккейной лиги. Что касается турнирного расклада, то Ариады на 15-м месте турнирной таблицы. Ближайшие игры подопечных Ильнура Гизатулина на выезде. Дома волжане играют в 20-х числах ноября. История для приключенческого романа. Оказывается, целая группа жителей Марийского края в середине века волею судеб оказалась на Украине. Расследованием обстоятельств заинтересовалась уроженка в Винницкой области. А теперь и наша землячка, заведующая филиалом Ежкаролинского музея имени Балантая, Наталья Ильина. Историческая подоплека событий, забросивших группу марийцев в Украину, связана с противостоянием Московского царства и Казанского ханства. Практически весь XVI век прошел под знаком беспрестанных попыток Москвы подчинить важный, с точки зрения стратегии, регион. Марийцы, населявшие горную сторону, волей или неволей, оказались в эпицентре исторических событий. Их ссылка на литовскую границу могла быть связана с выступлением на стороне Казанского хана. Сохранилось и свидетельство высокопоставленного очевидца. Почему мы нашли это подтверждение, как они туда попали? В Москве с чермистской колонией встречался австрийский посол Герберштейн. И с ними разговаривал. И те, которые с ними и сказали ему, что вот они семьями их ссылают на литовские границы. Следующая запись зафиксировала бегство марийских ссыльных на плотах по пограничной реке Великое княжество Литовское. Свидетелем был вельможа князя Василия Третьего. Следы беглецов потерялись и тут же нашлись. Город Бар на Подоле, а это уже Польша, Речь Посполитая. Сюда черемисы, таким было общепринятое название марийцев, были приглашены знатным сановникам. Они стали служилыми людьми. Местечко Бар получило свое имя от итальянского города Барри, откуда родом была супруга покровителя политических беженцев. Новые жители дали название своей общине, сохранившейся и по сей день. Правда, под влиянием местного населения черемисы стали чемерисами. А чемерисы – это, по большому счету, местный диалект украинцев, которые называли черемисскую колонию чемерисами. И, наверное, многие думают, что это выдумка какая-то, до конца никто и не верил, потому что непроверенно, знаете, истории написанные, учебники или истории, которые у нас издавались, нигде, никаким образом об этом не видно было. Вот фотографии тех мест. Чемериский бар, как и бар русский и польский, два соседних образования, заселенных для защиты от турецких набегов, пользовался правами вольного города. Пограничная служба, как государственная задача и земледелие, разведение пасек, мелкие ремесла составляли круг занятий местного населения. Кроме отражения южной угрозы, вскоре местные жители стали вольными или невольными участниками борьбы Богдана Хмельницкого за воссоединение Украины с русскими землями, позднее оказались под властью Турции. История не зафиксировала конкретных имен, и сейчас уже сложно идентифицировать потомков барских Чемерис. Впрочем, косвенные следы пребывания людей иной культуры обнаруживаются в бытовых деталях. Конечно, повлияло у нас сильно где-то и на вышивку, это восточного подолья. Костюм, не костюм, а верхняя одежда марийцев, тогда Черемисов, либо мы говорим Чемерисов, Чемерка. Таков там меж мужской. Обнародование таких данных о судьбах марийцев, времен, когда они еще по сути и не могли быть подданными московской короной, лишь самое начало большого исследования, уверена Наталья Ильина. Интересные подробности, в том числе и персональные истории тех времен, еще ждут своих авторов. Ешкарала в фотографиях. В Морел в свет вышло новое издание, альбом «Царев город». Он состоит из десяти разделов и включает в себя фотографии с самыми живописными видами Ешкаралы. Тот день, вспоминает Валерий, когда ему подарили первый фотоаппарат, он помнит, как сегодня. Говорит, счастья не было предела, у мальчишки появился зенит. Фотоаппараты с тех пор изменились, увлечение превратилось в профессию. Сегодня Валерий Кузьминых – один из лучших фотографов Морел. Потому без капли сомнения ему доверили сделать снимки новой Ешкаралы. Это как бы такая виртуальная экскурсия по нашему городу. Вот, начиная с Воскресенской набережной, мы делаем экскурсию вдоль реки Кокшаги, по Брюго, переходим мост, Патриарши площадь, Пушкинская набережная, бульвары, и сюда, в центр города, переходим. Вот, пролистав эту книгу, мы совершаем экскурсию по нашему городу. Столица Морел на фотографиях новая. Но вот название альбома звучит по старинке – «Царев город». Впрочем, это как раз тот случай, когда форма соответствует содержанию. Ишкарала сегодня уже не выглядит провинциальным городишком. Она по-своему величественна. У меня даже такое сравнение есть. Город – это как ожерелье из этих зданий, памятников, бульваров. А связующей нитью является река Кокшага. И всегда стараешься поймать вот такое состояние погоды, допустим, когда закат, рассвет, когда вот все это в Кокшаге отражается, то очень красиво. Я думаю, что не все горожане это видят, потому что кто-то спит в это время. Утром рано большинство спят. А на самом деле красота просто неописуемая. На 300 глянцевых страницах авторы альбома разместили около тысячи фотографий. Большую работу приложили также редактор и верстальщик. Альбом «Царев город» выпустили тиражом в 3000 экземпляров. В первую очередь он предназначен для почетных гостей республики, чьи визиты в Морел сегодня не ограничиваются лишь деловыми встречами. Экскурсия по Ишкарале – неотъемлемая часть в программе пребывания высоких гостей. «Обратите внимание, как они ходят по городу. Они ведь не просто ходят, они снимают. Вот Мединский последний раз министр культуры приезжал. Он безостановочно снимал. Он больше моего снял, я с ними ходил. И потом, кстати, он все выложил у себя на страничке. То есть людям очень нравится город, и поэтому они стараются его запечатлеть. И хорошо, что мы теперь имеем возможность им подарить такой альбом». «Ишкаралинцам повезло, говорит Валерий. Свой город они могут увидеть воочию. Во все времена года и поздним вечером, и ранним утром, когда город еще спит, и в тишине ли щелкает затвор фотоаппарата. Стоп. Снято. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok